Не оставлю тебя никогда Если скажешь ты, не смогу, сделаю всё для тебя, да я пойду Если скажешь ты, не оставлю тебя никогда Всё лишь для тебя Всё для тебя, для тебя, Господь, вся жизнь моя Для тебя, для тебя, служение моё Для тебя, для тебя, вся жизнь моя Для тебя, для тебя, для тебя Я пойду, я пойду за тобой, я пойду Я пойду, я пойду Я пойду, 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 я пойду Я пойду, я пойду, я пойду Я пойду, я пойду, я пойду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я в твоих руках навеки, ты любовь моя 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 Я в твоих руках навеки, ты любовь моей Я в твоих руках навеки, ты любовь моя коснуйся ты меня и моя печаль исчезла навсегда ты любовь моя, я в твоих руках навеки ты любовь моя, я в твоих руках навеки ты любовь моя, я в твоих руках навеки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я после годовщины очень серьезно готовил. А.Кулакова за это. А.Кулакова 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 Конечно А.Кулакова И.Кулакова А.Кулакова Именно Иисуса Христа мы благословляем Людмилю, мы благословляем Богдана. Боже, мы благодарим Тебя за Твою верность к нашему дому, к каждому человеку в этом доме. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты творишь в жизни этих людей. Мы благословляем это решение, мы благословляем это начало союза. Мы просим, Боже, чтобы Тебя вели к даче, Господь. Мы просим, Боже, чтобы Ти научил их, Господь, хорошо относиться друг к другу, оценить друг к другу и стать могущественным в этой земле. Дай им все необходимое, Господь. Дай им терпение, дай им любовь, дай им желание учиться, уступать, Господь, и улучшить жизнь друг к другу. Благослови их, Отец, и доведи их до свадьбы во имя Иисуса Христа. И все сказали, аминь, аминь. Поздравляем вас. Вас поздравляю. Вау, слава Богу. Оставайтесь там. Оставайтесь там. Вау, слава Богу. Так интересно, когда мы радуемся с радующимися. Я очень счастлива за них. Я знаю, что еще будет много-много-много добрых новостей. Аминь. И также мы хотим поздравить людей, у кого день рождения в этом месяце. Вот сегодня, да, вы уже встаете. Молодцы. Станьте, пожалуйста, если у вас в этом месяце было день рождения или еще будет день рождения. С днем рождения. С днем рождения. Мы поздравляем вас. Мы ценим вас. Мы верим вас. Аминь. Аминь. И, конечно, будем молиться за вас. Мы ценим вашу жизнь. Ваша жизнь очень дорого стоит. В очах Господь, в глазах Бога, тем более в наших глазах. Мы благодарны Богу, что мы ходим по этой земле вместе с вами. Мы ценим вас. Пожалуйста, подарок от группы, ну, от циквей. Я не вижу подарки, но подарки должны быть, да. И пока циквей, давайте помолимся, да. Знаете, на каждом дне рождения хочется подарок от Бога. И самый лучший подарок Бог может дать, потому что Бог создал вас. Он знает состав ваш. Он знает, в чем вы действительно нуждаетесь. Поэтому давайте будем доверяться Богу. Мы будем молиться. Бог будет отвечать на наши молитвы. И Бог восполнит каждую вашу нужду во имя Иисуса Христа. Не понял. И у пастора Николая из Москвы, да, держишь? Ой! Очень приятно. Такие люди. Слава Богу. Давайте помолимся. Господь именем Иисуса, мы благодарим тебя за этих людей. Ты создал их. У тебя есть большие планы. Неимоверное предназначение для них. И мы как циквей, их сестры и братьев. Мы верим в них, Господь. Мы поощряем их, Господь. Мы постанавливаем, Господь, что они состоятся во всех сферах жизни во имя Иисуса Христа. Мы просим от тебя, Господь, особый подарок для каждого человека, Господь. Чтобы они всегда чувствовали себя любимыми. И чтобы они всегда явили Твой свет, где бы они ни находились. Благослови их, их семью, их работе, их служение. И пусть всегда они будут чувствовать, что ты рядом. Во имя Иисуса Христа. И все сказали... Это было похоже на то, как ставят попкорн в микроволновку. Или как бросить целую коробку салютов в огонь, и они взрываются все одновременно. Невидимое для нас событие состоялось в августе 2005 года. Молодежный фестиваль, проходивший в Киевском дворце спорта, собрал более 4 тысяч верующих молодых людей из Украины, России, Белоруссии, а также Европы, США, Канады и Австралии. Их объединило желание вместе в едином духе прославить Бога, ощутить радость от совместного общения, получить назидание и вдохновение. Фестиваль получил название «Мейчас» – «Мое время». Он бросил вызов каждому молодому человеку, исповедующему Христа, сказать себе «Настало мое время, духовно повлиять на мою страну». О вас говорили о поколении, как о поколении, которое изменило историю. Мы хотим, чтобы о вас говорили о поколении поклонения, которое поклонялось Богу. Фестиваль сам по себе был чудом от Бога. Божий Дух начал свою работу в сердцах верующих людей на двух континентах, которые объединили свои усилия для осуществления этого исторического события. В Украине это был Альянс молодежных служений, который на сегодняшний день объединяет более 20 молодежных организаций. А на другом конце земного шара – организация с названием «Экстремальная мечта» – учредитель самого большого молодежного фестиваля в Канаде. Но на самом деле это фестиваль не Альянса. Это ваш фестиваль. Это возможность вдохновить молодых людей в вашей церкви, чтобы они сказали «Настало мое время». Мы хотим дать возможность вашей молодежи собраться вместе, зарядить их энергией и показать, что они не одни. Они являются армией. И в этом главная цель фестиваля. Мы хотим, чтобы вдохновение, полученное во время фестиваля, осталось и по его окончании. Поэтому в этом году мы собираемся обучить молодежь в рамках миссионерского евангелизационного проекта. Молодые люди смогут посетить десятки семинаров. В этом году будет специальный курс для молодежных лидеров, на котором они научатся основополагающим элементам стратегии эффективного молодежного служения. Ваша молодежь вернется в свою родную церковь, духовно возросшая и вдохновленная. Почуты, что означает «услышать», именно таким глаголом обозначена тема фестиваля этого года. Мы уверены, прежде чем молодежь сможет духовно влиять на Украину, она должна научиться слышать голос Божий. Опираясь на прошлогодний опыт, мы внесем некоторые изменения. Мы хотим, чтобы уличная сцена передавала атмосферу самого фестиваля и по-настоящему принадлежала вам, по местной церкви. Так что ваша молодежная группа сможет принять участие в концерте и стать благословением для других участников фестиваля. В этом году мы ожидаем уже более 8 тысяч молодых людей. Мы очень надеемся, что ваша молодежь не пропустит это мероприятие. Мы также рады сообщить, что одна из самых популярных христианских музыкальных групп «Делириус» снова будет с нами. Этот ролик мы начали словами Мартина Шорта, вокалиста этой группы. Вот как он передал свои переживания. Я так рад, что мы не пропустили один из самых восхитительных вечеров этого года. Мы нуждаемся друг в друге в этом мире. И петь вместе с вами было для нас привилегией. В воздухе присутствовало святое дерзновение, что мы не будем ждать прихода изменений, но будем петь достаточно громко, чтобы мир услышал о нашем величественном спасителе. Следующий фестиваль «Мейчас» состоится 13-15 июля 2006 года в Киевском дворце спорта. Все ответы на ваши вопросы вы найдете на нашем сайте. Благословляю вас, ребята, во имя Господа и Господа Христа. Увидимся в следующем году на таком же фестивале. Пока! Ему было всего лишь 18 лет, и он служил во Вьетнаме. Just a teenager, carrying a gun. Просто обыкновенный молодой человек, и уже с пистолетом. In his first week in Vietnam, his job was to guard. И на первой неделе во Вьетнаме его заданием было охранять. И все, что он делал, он просто вот так вот ходил вдоль стены. Carrying his machine gun. И нося с собой свое ружье. It got dark. Вдруг, ну, становилось темно. And as he was walking, he heard sounds on the other side of the fence. И вдруг, внезапно, он услышал на другой стороне забора какой-то звук, шорох. And his heart began to beat fast. The enemy was on the other side of the fence. На другой стороне забора ограды был враг. He wasn't prepared to fight. But he knew he had to defend his life now. But he knew he had to defend his life now. And so he took a step. And he heard some twigs breaking on the other side of the fence. And he took another step. And every time he took a step, he heard a noise. And he got to the end of the fence. And he knew he was going to meet the enemy. His heart was beating fast. And with all his courage, he jumped. Opened fire. And he shot the biggest pig he ever saw in Vietnam. That poor pig didn't even know there was a war going on. The pig was minding his own business eating garbage. The pig was minding his own business, eating garbage. And this soldier took his life. And this soldier took his life. Many Christians live their lives like that. And many Christians live their lives like that. We just eat the garbage of the world. We just eat the garbage of the world. We live our lives. We live our lives. And we don't realize there's a war going on. And we don't realize there's a war going on. It's a war between our God and Satan and his forces. God is fighting with us because he loves us. God is fighting with us because he loves us. Satan is fighting us because he hates us. And Satan is fighting us because he hates us. This festival is called Michas because we want to instill in young people that it's my time to make a spiritual impact in my country. Amen? It is our time. And there's a war going on. And our young people are being destroyed by the enemy. This festival is an opportunity for all the Christian young people to gather together and see that they are not alone. They are an army. And we're going to send them out on the streets after the festival. And they're going to be sharing Christ. And on Saturday there'll be some evangelistic programs outside on the arch. And on Saturday there'll be a program near the arch of the people of the people. How can you participate? How can you participate? You can get a ticket for yourself or some young people you know. For yourself or some young people you know. As you leave today in the back table you'll see some posters that say Michas for a 65-year-old donation to the festival. You can get a ticket for a 65-year-old donation which God takes in Ukraine. An army of young people. And if you buy your tickets here at your church and if you buy 15-year-old donation will go to the youth ministry of the church here. So make sure you get your tickets today and we hope to see you at the festival. Thank you for your time. Thank you for your time.